В 2023 году подводные силы ВМФ России получили два подводных крейсера и одну подводную лодку. С 2014 года военно-морской флот России получил 11 дизель-электрических и 11 атомных подводных лодок. В состав флота вошли различные типы подлодок. Проект 636.3 «Варшавянка» – многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения. С 2014 года в состав флота вошли 11 таких ДПЛ. Проект 885-885М «Ясень-Ясень-М» – многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка. Многоцелевой атомный подводный крейсер четвертого поколения. Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». Флот пополнился одним подводным крейсером «Ясень» и тремя «Ясень-М». Проект 955-955А «Борей-Борей-А». Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения. Флот получил один РПКСН «Борей» и четыре «Борей-А». Проект 09787 – атомная подводная лодка специального назначения. Носитель атомных глубоководных станций. В состав флота вошла одна АПЛ данного проекта. Проект 09852 – атомная подводная лодка специального назначения. Носитель АГС и океанской многоцелевой системы «Посейдон». Флот получил одну АПЛ-09852. Общее надводное водоизмещение подводных лодок, вошедших в состав военно-морского флота с 2014 года, составило 160 тысяч тонн, а подводное водоизмещение – около 260. Друзья, не забывайте ставить классы и писать комментарии. Давайте посмотрим на передачу подводных лодок по годам. В 2014 году был передан головной многоцелевой АПК «Ясень». В 2016 году флот пополнился носителем атомных глубоководных станций. В 2020 году флот получил головной РПКСН проекта 955А «Борей-А». В 2022 году флот пополнился первым носителем океанской многоцелевой системы «Посейдон». В 2023 году «Севмаш» передал 139-й корабль, построенный для военно-морского флота. Теперь посмотрим на распределение полученных подлодок по флотам. Черноморский флот получил 6 многоцелевых дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Тихоокеанский получил 4 РПКСН, 2 многоцелевых АПК «Ясень-М» и 5 многоцелевых «Варшавянок». Северный флот получил 1 РПКСН, 2 многоцелевых АПК, причем все 3 подводных крейсера – головные, и 2 АПЛ специального назначения. Строительством подводных лодок для российского флота занимаются две верфи. Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге строят все дизель-электрические подлодки. Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске строит атомные. А переоборудованием в АПЛ специального назначения занимается Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. К началу 2024 года на строительство ДПЛ действует 7 контрактов. 3 контракта на 10 «Варшавянок» для Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов. 4 контракта на 5 ДПЛ «Лада» для Северного флота. На строительство АПЛ действует 4 контракта. 2 на строительство 7 «Ясений-М» и 2 на строительство 6 «Бореев-А». Теперь подведем итоги. За 10 лет в состав военно-морского флота России вошли 22 подводные лодки. Общим водоизмещением 160 тысяч тонн. На начало 2024 года 3 подлодки спущены на воду. 11 подводных лодок находятся на разных стадиях строительства. Еще 5 подлодок готовятся к закладке. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить классы и писать комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok